Немного об обычаях, традициях, которые существовали в различных общинах. Видите, само слово «община», если мы говорим о таком смысле этническом, ну, община Израиля, община Ливана, Ливии, община Украины, она называется «эда», «эда», «да», «да», «аин», «далет», «эй», «да», 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 и от слова «эд», «свидетель», да, то есть община свидетелей, да, фактически это есть название. «Эд», «свидетель», да, «эда» или «эда», можно и так, и так ударение ставить, это что? Это община, да, то есть мы все свидетели, мы все свидетели кого? Бога, да? Не Его вы свидетели, а свидетели Бога. Хорошо. И поэтому есть различные обычаи, которые в разных общинах Израиля или других странах. Вот в Израиле было издавна и сейчас сохранилось. Обычай приглашать больных, бедных, приглашать бедных на саудат-митсва. Что такое саудат-митсва? Сауда, да, сауда – это трапеза или, как мы говорим, сауда, ну вот, допустим, по случаю какого-либо, в случае бармитсвы, обрезания, свадьбы, да, банкет, да, сауда – банкет. Кстати, от этого слова сауда происходит русское слово посуда, да, то, что употребляется на сауде. Сауда, может быть, пэ, еще и рот, да, и сауда, то, что идет к рту, посуда. И принято было приглашать бедных на саудат-митсва во время похорон давать пожертвования. Многие женщины кладут кассу для пожертвования перед началом субботы, перед тем, как зажигают свечи. Во время упоминальных молитв принято брать на себя решение дать пожертвования. В Марокко торговцы маслом собирали капли масла оставшиеся в сосуде, которым его отмеряли. Вы знаете, когда переливаете, да, немножко обязательно остается. Дают уже вытяжь полностью и собираются. Там, может, литр в день соберется от такого продажи. И это продавалось и раздавалось бедным в конце каждого месяца в пользу бедняков города. Такой же обычай существовал в Ливии и других местах. В некоторых странах накануне суббота было принято ходить из дома в дом и собирать халы для бедных. Габаи заходили во все дома, не делая различий. Если хлеб был, им давали. А если не было, габаи сами давали из собранного. Ну, это чем-то похоже на то, что как с мешками коледовал у акула. Помните, ходил? Да? То есть у язычников есть какие-то похожие обычаи. Но в данном случае было так. Приносили мешки. И в мешках хлеб, да? Если у кого было много хлеба, он делился с другими. Если в доме не было хлеба, он брал из этого мешка. И кроме этих габаев, так как обходили все дома, никто не знал, кто давал, а кто забирал. И поэтому бедные не стыдились. Бедные не стыдились. Благодаря тому, что не пропускали ни одного дома, никто не мог знать, кто именно получал хлеб, и поэтому бедные не стыдились. Так было принято даже Йемене. Евреи Йемена, Марокко, Ливии и других стран. И этот обычай известен с древних времен. И еще упоминался о Рамбаму в книге Мишна Тора. А теперь будем говорить о частных случаях гостеприимства, о уходе за стариками, о смерти, о том, как нужно хоронить людей, да? То есть все бедные, слабые, ранимые, беспомощные. Есть определенные общие принципы и есть принципы частные. Видите, пришельца не угнетай и не притесняй его, ибо пришельцами мы были на земле египетской. Никакой вдовы и сироты не притесняйте. Что значит пришельц? Видите, это пришельц иностранец. И есть даже такая заповедь, да, что люби иностранца, как самого себя. Как вы думаете, иностранец, он хорошо себя чувствует в чужой стране? Да, видите, он не знает обычаев этой страны. Он может какие-то вещи сделать, например, такой жест, где-то в Италии или в Испании. И вот будут над ним смеяться, в лучшем случае, да, некоторые на это ловились даже проповедники. Говорили, окей, тогда как это жест очень такой весьма похабный в культуре этих стран. То есть он не знает, в одних странах такие обычаи, в других странах другие обычаи. Никто ему не объясняет. Ему трудно, даже если он знает язык, а тем более трудно, если он плохо знает язык. Помните, что иностранцев у нас в России называли любого иностранца. Слово немец, слово немой, да, немой. Хотя нации такой немцы нету. Есть нация, которая именует себя дойче. Да? Но мы почему-то не дойче называем, а немцами. Вот такое, как бы, презрительное кличко. Или, допустим, иностранец, он, его легко обмануть при обмене денег, например, при обмене валюты, да. Часто этим пользуются, когда какие-то туристы, скупщики, иностранцу продают в три дорогата, то, что можно было бы купить дешево. И никто не побежит и не скажет, что это кольцо здесь стоит столько-то, правда? То есть, любить надо пришельца, тем более пришельца, который какое-то время уже живет и принимает законы этой страны. И также мы говорили о вдовах, сиротах, да. И Тора бьет по больному. И исход шмот 22-23, говорится, будут жены ваши вдовами и дети ваши сиротами, если вы будете угнетать таких людей. В дворе 10-18. И любит пришельца, доставляет ему хлеб и одежду. То есть, пришельца нужно накормить, да. Вот, а тут у нас и обуют у нас пришельца и разденут, да. У нас и обуют, и разденут. Да. Пришельца надо было защищать, даже если бы он не был членом семьи, клана и религиозной группы. Просто потому, что он был человеком. Это была удивительная мысль для той страны и для тех времен, которые жили евреи, правда? Вы помните, какие были обычаи в Палестине, пока она не стала Эреса Сраэль? Да, пришельца даже могли убить, изнасиловать. Да, даже целый город был такой, куда он делся, да? Помните? Значит, нужно всегда говорить с ними вежливо, нужно обходиться с ними очень учтиво, не обижать их чувств суровыми и жесткими словами. А что касается таких слабых людей, не только пришельцев, да вы, и так далее, то надо заботиться об их благосостоянии больше, чем о своем собственном. Тот, кто обидит их, разгневает их, причинит им боль, станет тиранить их, или тот, из-за кого они потеряют деньги, совершает ужасный поступок. Так говорит Мишна Тора. Законы развития характера и нравственного поведения. 6, дробь 10. Это трактат Мишна Тора. То есть, что такое Мишна Тора? Повторение Торы, да? Повторение, мать, учение. Законы развития характера и нравственного поведения. Сочинил эту книгу Маймонит. Он говорит, что нужда и бедность не всегда синонимы. Нужда – это также эмоциональные или психологические лишения. То есть, не всякий нуждающийся бедный, не всякий бедный нуждающийся. Богатый может нуждаться? Да. Хотя он будет богатым, да? И бедный может нуждаться. В чем разница между голодным и нуждающимся? Такой пример. В маленьком восточноевропейском местечке жил Шамеш. Шамеш – синагогальная служка. Такой бедный, что на писах ему нечего было делать седр. И вот он бродил по городу, голодный и одинокий. В этом же городе жила богатая женщина, недавно ставшая вдовой. Это был ее первый пасхальный седр без мужа. Автоматически, просто по привычке, накрыла она пасхальный стол, и ей тоже было грустно. И была она совсем одна. И вдруг она встречает обездольного Шамеса, они празднуют пас Песок вместе. К концу вечера они становятся близкими людьми, и есть надежда, что он больше не будет голодным, а она больше не будет нуждаться. То есть люди нашли друг друга. Страдание может быть физическое, страдание может быть духовное. И если человек что-либо не знает, так же как иностранец, например, перед слепым не клади притыкания, бойся Бога твоего. Здесь не говорится просто о слепым. Но так же говорит, что любой вид слепоты, то есть незнания, или человек пользуется этим, дает ему плохой совет, и он нарушает библейский закон. Отсюда есть такой комментарий. Если человек спрашивает твоего совета, не давай ему дурной совет. То есть некоторые люди совет заведомо дают выгодный для себя. Не говори ему, выйди рано утром, чтобы его ограбили разбойники. Не говори ему, выйди в полдень, чтобы он упал в зное. Не говори ему, продай свое поле и купи осла, чтобы выкупить его поле. Однажды заболел один из учеников, раби Акивы, и никто из мудрецов не посетил его. Сам раби Акива однажды, однако, пришел к нему, подмел, вымыл пол, и поэтому ученик выздоровел. «Раби, ты спас мне жизнь», – сказал ученик. «Раби Акива сказал, те, кто не посещает больного, проливают кровь». А вы знаете, что один из синонимов Мессии – прокаженный? Да. И если вы учили, да, тоже к нам приезжали. И есть несколько вариантов этого в Абилонском Талмуде. Однажды спросили, где искать Мессия, да? Придет ли Мессия в облаке славы, одетый в величии и короновой светом? И вот раби Егоша бен Леви задал этот вопрос самому пророку Ильягу. Ну, это как сказка, конечно, пророком Ильягу он не разговаривал, но это притча. «Где мне искать Мессию?» «У городских ворот», – ответил Ильягов. «А как я узнаю его?» «Он сидит с прокаженными». А с прокаженными, – скричал раби Егоша, – а что он там делает? Он меняет им повязки. И он меняет им повязки одну за другую. Есть другой вариант этой притчи, что он меняет там прокаженные, когда развязывают повязки, да, они развязывают, допустим, сначала руку, потом ногу и так далее. А этот Мессия, он развязывает их все сразу. Для чего? Чтобы быстрее завязать. А вдруг кто-нибудь за ним придет. Да, прокаженные, вы помните, и пронзенные – это в какой-то мере, как бы, синонимы. Потому что Мецара – это язва, да? И когда сказано, он понес наши немощи и болезни, да? То есть, получается, что он понес все вот эти извязления наши. И, видите, интересно, что он меняет повязки, да? Он меняет повязки в одной редакции, что сам Мессия меняет прокаженным повязки, а в другой редакции, что он меняет повязки, в том числе и себе, чтобы, когда его позовут, да? И тогда он быстренько придет. И есть еще продолжение этой притчи. Когда нашел таки вот этот Раби, прокаженного Мессию, и спросил, когда ты придешь ко мне? И тот ответил – сегодня. Ну, ждал-ждал он Мессию, Мессия так не пришел, да? И тогда он опять спрашивает Раби Исайя, что-то меня Мессия обманул, да, когда сегодня. А я уже вчерашний день прошел. Говорит, сегодня – это значит всегда. То есть, жди Мессию когда? Всегда. Каждый день, да? Каждый день для нас сегодня. И мы не знаем, в какое сегодня, да, Мессия придет. То есть, это тот же принцип, что нет прошлого, нет будущего, есть только сейчас. Хорошо. А, видите, в прокаженную нельзя было приблизиться ближе, чем на четыре локтя. То есть, это где-то полтора-два метра. И некоторые из Рабинов, Раби Ами и Раби Асай не подходили даже к местам, в которые жили прокаженные. Почему? Потому что вопросы ритуальной чистоты для Рабинов имели особое значение. А Рейш-Лакиш даже говорил, что когда он видел прокаженного, он швырял в него камни и кричал, «Прекратите заражать нас, иди туда, откуда он пришел». Видите, так относились многие равенны к прокаженным. Но вы помните, Ишуа, он многих прокаженных исцелял, правда? Правда, не все его за это благодарили. И также важно оказать человеку политическое убежище. Политическое убежище мы обязаны оказывать любому человеку, ну, если он не является уголовным преступником, естественно, вы сами понимаете. Потому что принцип такой. Дворим 23, 16, 17. «Не выдавай раба господину его. Пусть у тебя живет он в среде твоей на месте, которое выберет себя в одном из ворот твоих». Опять-таки здесь говорится, что он должен подойти к Кнесету, ворота Кнесет, к Кнесету этого города, к управлению этого города, и сказать, что он пришел по таким-то причинам. И тогда он должен быть укрытым, не притесняя его. Дворим 23, 16, 17. И, видите, если для убийцы, мы говорим об убийстве совершенном непреднамеренно, существовали только определенные города укрытия, то человека, который бежал по политическим причинам, или он был раб, да? Кстати, по этой причине евреи не выдавали рабов в Соединенных Штатах, когда была, помните, знаменитая гражданская война, да? И многие христиане, которые тоже читали, были такие квакеры. Слышали, может быть? Они тоже не выдавали рабов, потому что так говорится торе. Кстати, я потом узнал, что квакеры, они, оказывается, не квакают, а клакают. То есть, квакеры – это клакеры. Это та группа верующих, которая во время прославления хлопала в ладоши. Только и всего, да? Но у них тоже проявлялись дары Святого Духа, частности, дар пророчества и другие. Вы знаете, что крещение Духом Святым – это не только языки? Да. Это одно из проявлений, может быть, видимых. Любое проявление даров Духа Святого, правда? И пророчество, слово знания, слово мудрости говорит о чем? О том, что Дух Святой сошел на этого человека, и он действует в нем. Правда? Безусловно. Нет только говорения. Вы понимаете, есть у человека, у какой-то группы откровения, но если все строится, вся теология только на основании этого откровения, то мы просто будем односторонние. Надо понимать. Мы уважаем всех, но надо различие делать в том смысле, что каждое откровение не должно превращаться в теологию. Хорошо. Итак, видите, что? И еще, как мы должны, если заботиться о ближних, в первую очередь, мы должны каких ближних заботиться? Как вы думаете? Сначала о своих родных, да? Потому что кто не заботится о своих родных, да, то тот хуже неверного. И поэтому, если мы увидим об устроителях Дома Божьего, тоже там есть очень интересная заповедь, что если у них дети нечестивцы, да, то может он быть лидером? Нет. То есть, прежде всего, это человек должен устроить собственный дом, да? Итак, что начинается с меня? И любовь к ближнему, и все принципы. Сначала я, потом мои ближние, да, если мои дети голодают, а я все свое имущество раздаю далеко. Так хорошо ли это? Да. Вот тут мне еще очень хорошо сделали как раз такую иллюстрацию, когда говорилось притча о сыне царя, да, то вот если бы этот человек, который кормил сына царя, да, и шел бы по дороге. Помните, мы говорили, что сын царя, это... И когда царь рассердился, да, и сказал, чтобы сына не кормить, да, один человек кормил сына царя. И сын царя бы умер с голоду, из-за того, что по дороге этот человек, который кормил сына царя, раздал все нищим. Понимаете? Вот с этой точки зрения понятны рассуждения, которые говорил Иешуа. А то кажется, что какой-то он странный вообще-то, вообще-то он, кажется, Иешуа добрый. Понимаете? Иешуа был гуманистом или не был? Не был он гуманистом. Поймите это. Иешуа не был гуманистом. Некоторые думают, что Иешуа – это гуманист. Да? Муссолини говорил, что Иешуа – это первый фашист. Некоторые говорили, что Иешуа – это первый коммунист. А я где-то видел такую надпись «Иисус – это круто!» Мы делаем себе образ какой-то, да? Который хотим видеть. Иисус не был гуманистом. Да? Он правильно рассуждал. Да? Сначала надо хлеб дать детям, да? Вот не потому, что у него благодати не хватало на всех людей. Вы поймите. Правда? Вот. И еще есть, видите, такое. Такое вещь, да? Не мечите бисер перед свиньями, да? Опять-таки, это мы говорили, что это говорится о тех случаях, что не надо человеку говорить или призывать к чему-либо, если ты знаешь заранее, да? Что он не воспримет твое. То есть, это не нужно. Пустословие лишнее, да? Оно мешает. Есть некоторые. Ну, настолько уже человека задолбают. Об Иисусе, чтобы он вообще слышать об Иисусе никогда не будет. Да? В особенности, жены со своими мужьями. Или так вот, говорят, евангелизацию проводят в Израиле. Засовывают туристов в автобус и везут смотреть пирамиды. А там 500 километров. То есть, в 12 часов надо ехать, да? И кругом пустыня. В это время пускают христианские фильмы и разговаривают об Иисусе. Или слушай до конца, или выходи посреди пустыни. Правда? Хорошая евангелизация. Второй раз такой автобус не сядешь. Вы сами понимаете. То есть, опять-таки, нужно начинать с кого? От своих ближних. И это не эгоизм. Это не эгоизм. Это заповедь Божья. Но, конечно, и о дальних тоже не забывать. Безусловно. То есть, не должно быть у нас лукавства. Гостеприимство. Мы говорили, что гостеприимство, да? Авраам был образцом. Образцом гостеприимства. Поднял глаза свои, увидел он, что три человека стоят перед ним. То есть, Авраам в это время не думал, что перед ними Бог, да? Вот. И есть еще такая пословица, что, вы знаете, если бы Баас знал, что вот за то, что он давал колоски, будут говорить три тысячи лет, да? Так он бы, наверное, все бы поле свое отдал бы сразу. Вот не знал. Он так и колоски давал. Так и не знал Авраам. Кто это? Видит, три человека стоят перед ним. И побежал им навстречу. Видите? Он побежал им навстречу. Я не буду все дословно говорить. Я говорю, пожалуйста, не проходи мимо раба твоего. Интересно, что не проходи, это в единственном числе. Потом говорит, омойте ноги свои, да подквертите сердца ваши. И поспешил Авраам к коту, побежал, взял теленка и там приготовил. Еще там интересно отмечено, что он еще подавал сливочное масло, да, и молоко. Отсюда мы видим, что Авраам соблюдал все заповеди Торы, так говорит еврейская традиция. Но он соблюдал как? Не так, как равеный, говорят. Да, ограды не было. И он не знал, что это ангелы, да. А пришли уже два ангела в дом и увидел Лот и встал навстречу им. Очень интересно. Вот. И увидел Лот. Какая разница между тем, как встретил ангела? Лот тоже был праведником? Значит, что Лот был праведником? Вот. Лот был первым мазохистом. Он жил... Леопольд Мазох, это был еврей из Львова, живший в второй половине 19 века. И он был основателем этого течения, которое называется мазохизм. Да. Ну, в частности, он писал различные сочинения о равене, которого жена связывала и заставляла кушать свинину. У него была жена и была любовница. И он свою жену, она была крупная женщина, одевал меховую шубу, он ее надевал медведицей, давал ей руки в плетку. Ну, и она сначала его хлистала, а потом он еще привел свою любовницу. И она хлистала их обоих. Я читал из ее воспоминаний. И как она при этом радовалась, когда их хлистала. Вы понимаете. Но этот человек не был праведником. А Лот был праведником. Понимаете, мучился и опять жил в этом городе. Однажды Авраам его отбил из плена. И сказано, что весь плен остался с Авраамом. А Лот опять оказался в этом городе. И опять пошел мучиться. Какой святой человек. Великомучник, да? Так вот этот Лот. Видите, совершенно другое говорится. И пришли два ангела в дом. И увидел Лот и встал навстречу им. То есть ангелы уже вошли в дом. Это во-первых. И во-вторых, тут, как говорится, когда Авраам не знал, кто это, да? А здесь получается, как будто бы Лот уже знал, что это ангелы, да? То есть немножко другая ситуация. Хорошо. И мы должны заниматься благотворительностью. Мы должны встречать гостей. Не потому, что они богаты и что-то принесут. Наш дом, знаете, еврейская традиция. Вы когда заходите в гости, то стучите ногами. Потому что в руках должны быть подарки, да? Значит, и еще. Моавитяне и Аммонитяне. И сказал рабе Яханан, что Амон и Моав, которые евреи, проходя через их земли, попросили дать им хлеба воды, они не пожелали. И поэтому сказано, не войдет Аммонитянин и Моавитяна в общину Господа. За то, что не встретили вас с хлебом и водой. Это Дворим Второзаконие, 23 глава, 4-5 стих. Видите? А Аммонитяне и Моавитяне от кого произошли? От Лота, да? Вот удивительные такие вещи, что праведники, да, рождают праведников. А от таких людей рождается тоже своя категория людей, потому что, вы помните, Аммонитяне и Моавитяне, они были результатом чего? Блуда. Блуда. Хорошо. Раби Ишмаэль говорил, принимай всякого человека с радостью. Или другой перевод, перейбай всякого человека с хорошим выражением лица. Иосиф бен Яханан из Иерусалима говорил, Пусть будет дом твой широко раскрыт, и пусть будут бедные домочадцеви твоими. То есть, широко раскрыт, значит, любой человек может в него свободно войти. А будет домочадцами, это не означает, что настоящими, естественно, домочадцами. Вот, но, как говорят, чувствуйте себя, как дома, да, но не забывайте, что вы в гостях, да. То есть, они должны были чувствовать себя так же свободно, как домочадцы. Да. Ну, угощение гостя. Видите, и на июлите, и в русском языке. Угощать, и гость, это слова однокоренные, да. Вот, мы когда говорим накрытый стол, да, шульхан арух, да, орех, это тоже одно из названий трапезы, да. Цауда трапеза, и когда кушать, мы говорим завтрак, арухат, бокер, да. Мы говорим, арухат сагараем, если мы обедаем, да. То есть, арухат, это прием пищи. А гость, орех, да. Видите, угощать, да, и гость. А множественное число гостей, орхим, да, и есть такой город, по правилу Шаврим, Шаврей, орхим, орхей. Да. Это, наверное, город, где хорошо любили угощать гостей. И хозяин должен быть очень внимательным к тому, чтобы не обидеть и никакой форме своего гостя, и должен сделать все возможное, чтобы угостить его подобающим образом. Одна скупая женщина сказала, возьми, пожалуйста, еще пирожок. Спасибо, ответил гость. Очень вкусный. Я уже два съел. Ты вообще съел четыре, сказала хозяйка. Ну, кто считается? Да, типа, сколько вам ложечек сахар? Да, я говорю, да, я всегда одну, да, а сяк ложу две, да? Три, а сяк три. Хотелось две, да. Хорошо. В одном городе жил один старец, известный своей мудростью и почтенного возраста, но очень бедный. Однажды царь услышал о мудрости этого царства и сообщил ему, что желает посетить его доме и послушать его слова. Чем же мы будем угощать царя? Спасибо же, у нас почти ничего нет. Ну, принесешь то, что у тебя есть и сделаешь, как я тебе скажу, ответил старец. Когда старец пришел, жена старца угостила его арбузом. Хозяин взял арбуз в руку, ощупал его пальцами и сказал жене, есть арбуз лучше этого, пойди принеси. Жена унесла арбуз, а потом снова вернулась. В руках у нее был снова арбуз. Старец его пощупал и сказал ей унести этот арбуз и принести еще. Ну, естественно, это был все время один и тот же арбуз, понимаете? Но для того, чтобы показать, что именно хочет гостю подать что? Самое лучшее. Пусть хотя бы это будет арбуз. И тогда хозяин разрезал арбуз, подал царю угощение. После беседы со старцем царь вернулся себе во дворец веселый и довольный словами мудрости, которые он услышал, а особенно довольный гостеприимством, которое проявил старец. И он не знал, что в доме у старцев всего лишь один арбуз. Да, мне вспоминается подобный случай. Мне рассказывали, когда на Сахалине Леонид Ильич Брежнев поехал на Сахалин посмотреть, как живут сахалинцы. Ну, вы знаете, Сахалин? Ну, там тысяча с чем-то километров остров, вытянутый по Беридиану, поэтому южная часть Сахалина, это приходится примерно такой климат, как вот у нас. Ну, может быть, зима чуть холоднее. Вот. А северная часть и большая часть Сахалина, это тундра, леса тундры, лес и так далее, да? И вот поехал Брежнев в Южный Сахалинск посмотреть, как живут. И вот ему подали разные фрукты, и подали ему арбузы. Хорошо живете, сказал Леонид Ильич, и урезал финансы, которые собирался дать этому острову. Так что надо тоже разумно встречать гостей, да? Потому что на Южном Сахалине там и арбузы, и виноград, а вот там, где я был, это только картошка созревает. Вот 120 километров южнее есть яблоки. А там, где я, только картошка, и больше там ничего такого не растет. Поэтому не нужно переусердствовать в ухощении гостей. Нельзя хвастаться перед гостем, да? Вот это такая вот причина. Помните царь? Иезекия, он был праведный царь, да? Но однажды случилось, что к нему приехал какой-то царь, и он начал хвастаться перед ним. По-моему, я не помню, сирийский, ассирийский или... Вавилонский. Да, Вавилонский. Приехал, и показал он ему все, что у него есть, и все, что есть в храме. Имел он право показать, что его личная собственность была. Да, и он вызвал зависть, да? И хотя при его жизни не было, но его сын, значит, уже пострадал от Вавилонского правителя. То есть нельзя хвастаться, ни в коем случае, да? Нельзя переусердствовать. Можно угощать, но не переусердствовать по дотоке приема и угощения. Один гостеприемный человек как-то раз у своего был приятеля в течение трех дней. Когда он собрался уходить, хозяин дома просил извинить его за то, что он не принимал его так, как следовало. Очень хорошо сказал гость. Когда ты придешь ко мне, я тебя приму еще лучше. Вскоре представился случай этому приятелю к нему прийти. К своему удивлению, он не увидел ни в его доме, никаких особых приготовлений. Хозяин почувствовал недоумение гостя и сказал, «Я ведь обещал тебе, что приму тебя лучше, чем ты принимал меня. Ты обращался со мной как с чужим, тщательно готовился к моему приходу, а я тебя принял как члена своей семьи». Обязанности гостя по отношению к хозяину. Гость не должен утруждать хозяина. «Стыдно гостю утруждать хозяина». Гость всегда должен помнить, что он в гостях. У близких друзей или у родственников. Но он не у себя дома. Поэтому не следует выдвигать каких-то требований, предъявлять претензии к хозяину дома. А тем более не следует слишком затягивать свое посещение. Гость, который слишком затрудняет своего хозяина, может привести к тому, что тот перестанет принимать гостей. И в притчах тоже есть. Если ты часто ходишь к кому-то гостей, то что потом? Да, у тебя будут проблемы с этим человеком. И такой обычай в мире, имеется в виду вообще в мире, это не обязательно, что вы так должны делать, но в общем должны прислушиваться к этому. Когда человек принимает гостя, в первый день он кормит его курицей. Во второй день мясом. Ну, курица считается лучше, чем мясо, да? Еврейской традиции. На следующий день рыбой. На следующий день сыром. На следующий день бобами. И так все меньше и меньше, пока не дойдет до того, что будет кормить его зеленью. То есть сначала нужно встретить гостя хорошо, да? Но потом надо дать намекнуть ему, что если он сильно долго будет задерживаться, да? То это не совсем хорошо. Это из трактата Песикта 31. Сказал Рабе Зейра, если у человека есть домочадец, в смысле гость, то в первый раз он устраивает его на ложе, когда приходит во второй раз, усаживает его на стул, третий раз на скамью, а в четвертый раз говорит ему, как ты уже мешаешь мне и утруждаешь меня. Шахертов 4. Видите, важно вежливое поведение, да? Важно вежливое поведение. И это выражается во множестве мелких вещей. Не следует часто делать замечания хозяину насчет того, что у него происходит дома или насчет поведения его детей. Можно только хвалить его. Если еврею случается быть в гостях у нееврея, не следует насмехаться над его религиозными обрядами. То есть, я вам рассказывал такие вещи, что вот, кстати, откуда узнал еще то же, что мой дедушка, ну вот он говорил вещи истории. Помните Толик, Толик у нас, который умер вот недавно, да? Был Тесла, Тесла. И, кстати, Иисус, он тоже Тесля. И известный Николай Тесля тоже был изобретатель с такой фамилией. Помните? Да. Так вот, он мне потом объяснил, я не знал почему. Я иногда часто прибегал домой и бросал шапку. Ну, знаете как, бегаешь на улице, бросаешь шапку на стол и идешь там в другое место. А у меня бабушка говорит, не клади шапку на стол. Я говорю, почему? Вот нельзя это делать. Оказывается, хасиды вложат на стол и ключи, и шляпу, тогда, когда в доме покойник. Но мне не дедушка, вот помните, я вам рассказывал, многие такие вещи, которые я вообще только понял тогда, когда, ну, вот так получается. Интересные вот такие, видите, традиции. И вот одна женщина вышла замуж за еврея, у которого был довольно традиционный такой вот отец, хасид традиционный. И все-таки долгое время этот хасид был против, что у него невестка не еврейка, но, наконец-то, решил прийти. И вот он пришел. Ну, а потом говорит, ну, какой же у тебя невежий отец? Какой он не культурный? Значит, пришел и не разулся. Шляпу не снял. Да? Сел за стол. Я ему подал что-то, он так немножко хлеба поковырял. А, я ему подал, значит, курицу в сметанном соусе. Он ее не съел. Да? И только поковырял немножко хлеб, фрукты, извинился и быстренько ушел. Почему он не разулся? Я вообще удивился, я смотрю, американцев везде, да, вот. Мы прям как японцы живем. Я прихожу сразу быстренько это самое, в прихожую обувь снимаю. Вот. Потом снимаю носки там где-нибудь, под шкаф ее забрасываю, чтобы никто тебя не видел. И хожу себе босиком по ковру, если мне надо пройти через коридор в туалет, и я одеваю тапочки, да? А американцы, вот если вы посмотрите, у них, видите, еврейские традиции, по большей части. Они чуть ли не в постель ложатся с обувью, да? И туфли у них такие вот, не домашние, а обычные туфли на ногах. Оказывается, в хасидской традиции говорится, что разуваться можно только в доме, где покойник. Шляпу тоже, помните, я вам говорил, да? Из-за трапезы, когда едят неевреи, они снимают головную убору, да? Когда едят евреи, они головным убором, да? Вот. Потом она ему подала, значит, курицу, да, под сметанным соусом. Ну, вроде бы кошерно все, да? Но евреи ортодексальны, они из-за этой вот ограды, они даже курицу не будут с молочными продуктами есть, я тоже не понимаю причины этих традиций, над этим все смеяться, да? Вы понимаете? Вот. Вплоть до того, что нужно иметь два туалета, один для мясного, другой для молочного, или, значит, какой купальник должна носить ортодоксальная еврейка? Раздельный. Чтобы отделять молочное от мясного. Это шутка, да? Ну, вот такие. Нет, это я прочитал недавно. В интернете, в еврейских сайтах. То есть, видите, у каждого народа свои традиции, да? И нельзя смеяться над традициями каких-то других народов. Хорошо. И если нерелигиозный еврей приходит к религиозному, хозяин делает какие-то религиозные штучки, тоже не следует смеяться. Если к вам приходит какой-то еврей, и мы не знаем, как он относится, то не подавайте ему ничего, что связано с мясным, да? Может быть, это не кошерным, лучше подать фрукты. Вот, обычный, да, хлеб. Вот, видите, у нас хлеб, у нас хлеб, он всегда кошерный. Почему? Потому что наш хлеб поддоны мажут растительным маслом. А у американцев, оказывается, хлеб может быть не кошерный. Потому что они смальцем смазывают поддоны. Вот такие вот тонкости, да? Вот такие тонкости традиций, и мы это не знаем. Значит, нужно подать что-нибудь из фруктов, чтобы не обидеть хозяина. Да, не следует приходить в гости неожиданно, потому что хозяину, может быть, нечему гостить в гости, и ему будет неприятно. Вот. И есть такое очень важное правило, это трактат Бава Батра. Гость не приглашает другого гостя. Ну, то есть, если вы приглашены, и хотите еще пригласить 15 человек, да, вы должны позвонить, и сказать, можно ли ко мне, со мной вместе придут еще такие-то, такие-то люди. То есть, хозяин точно должен знать, сколько гостей ему придет, чтобы не было потом каких-то неприятностей. Гость не должен брать из еды, которую приготовил для него хозяин, и давать сыну или дочери хозяина, потому что, может быть, хозяин будет стесняться, и у него нету ничего, кроме того, что он принес, а дети съедят все и уйдут, да? А хозяину будет неприятно, что нечего предложить гостю. И гость должен проявлять благодарность. Бензома говорит так. Хороший гость, что он говорит? Как много трудился для меня хозяин. Как много мяса он мне дал. Как много вина, как много пирогов. И все это только ради меня. А что говорит плохой гость? Ну, что тут трудно для хозяина? Я съел один ломать хлеба, один кусочек мяса, выпил стакан. Вот и все. То, что он делал для меня, он тоже делал для своей жены и детей. И гость должен обязательно упомянуть хозяина и его семью в молитве после еды. Помните? Есть такое благословение, да? Значит, пусть милосердный Господь благословит хозяина этого дома, хозяйку этого дома. И что? И все их потомство. Вот. И я когда даже к Стасу моему прихожу и говорю это, да? А Стаса приконит ко мне в гости и тоже смеется, что хозяин этого хозяина и потомство. Потому что он мое потомство. Да? Вот. Но это такая традиция. Ну, и пожелать, чтобы за этим столом всегда было много хорошей еды. Правда? Бекур-Халим. Мы говорили. Бекур, да? Бокер, утро, прояснение. А Бекур – это посещение. Посещение. То есть, если человек посещает больного, он как бы ему является утренним светом, да? Утренней зарей. Ну, и все, говорят, что ходить утром надо в гости, да? Так, есть у нас, да? Все, уже перерыв, да? Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok